В эфире новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Запланирован большой объем работ. Осталось все вовремя реализовать. На совещании у главы Дагестана обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Сбор денег, который должен осуществляться за потребление электричества и газа, эти же деньги должны идти на модернизацию, на развитие, на ремонт, на подготовку к осенне-зимнему периоду. Сомнительные выводы или все-таки правда? Дагестан оказался в числе регионов с самыми низкими ценами на новостройки. И снова детские зазвучат здесь голоса. Правительственная делегация проверила состояние роддома, восстанавливаемого после пожара. Путь к громкому успеху через упорство и труд. Сюжет о кикбоксере Кемрани Набаси смотрите в спортивном блоке. Очень дисциплинированный боец, очень дисциплинированный человек и в сборке, и в жизни. Как в республике идет подготовка к осенне-зимнему периоду? Этот вопрос стал главным на очередном заседании Оперштаба по устойчивому развитию экономики региона. Продолжение темы в сюжете наших корреспондентов. Топливно-энергетический комплекс – наше все. Без наведения порядка в данной сфере экономику региона развивать невозможно, подчеркнул Сергей Меликов, открывая заседание Оперативного штаба. Однако до полного порядка в этом деле еще далеко. Этот сбор денег, который должен осуществляться за потребление электричества и газа, эти же деньги должны идти ему на модернизацию, на развитие, на ремонт, на подготовку к осенне-зимнему периоду. А у нас получается, что мы заявляемся, я прошу у вице-премьера миллиард восемьсот на подготовку к осенне-зимнему периоду. А нам говорят, что вы обратите внимание, какая у вас задолженность за 20 миллиардов. И давайте подумаем, хватило бы нам этих денег. Причем позиция «Газпрому» такая. Все деньги, которые мы сегодня можем обернуть за задолженность, они готовы отправить не только на восстановление газового хозяйства, но и на инвестиции в республику. Но при этом нельзя сказать, что ничего не делается. Так, запланирован и проводится большой объем работ по улучшению энергоснабжения в регионе. До 1 ноября по районам и городам заменят более 7 тысяч опор линий электропередач. В целом, вообще, повышение надежности энергосистемы Республики Дагестан была разработана и представлена в Министерстве энергетики Российской Федерации программа повышения надежности. В прошлом году приезжала комиссия от Минэнерго с участием представителей системного оператора, завод техинспекции, значит, объехали они объекты по Республике Дагестан. Скажем так, первым этапом согласован объем работ за счет федерального финансирования на сумму 7 миллиардов 683 миллионов рублей. В том числе, значит, 17 мероприятий на сумму 1 миллиард 879 миллионов рублей реализуются как первый этап. Значит, все необходимые процедуры сейчас проходят, чтобы в этом году было выделено федеральное финансирование на реализацию этих 17 объектов. До 15 октября в планах правительства и Газпрома завершить все работы по подготовке газовых служб КОЗП. Особое внимание будет уделено ветхим газопроводам, которые давно нуждаются в реконструкции. В зоне эксплуатационной ответственности Газпром газораспределения Махачкала 34 объекта протяженностью 35 километров. В зоне эксплуатационной ответственности Газпром газораспределения Дагестан 22 объекта протяженностью 23 километра. Вокруг данных газопроводов сложилась критическая ситуация. Газопроводы, засыпанные, оказались под землей без химической защиты от воздействия коррозии в результате хаотичной застройки многоквартирными жилыми домами, частными домовладениями и коммунально-бытовыми предприятиями. Пожалуй, самый больной вопрос – это инвентаризация электрических и газовых сетей. По официальным данным Минимущества, из 1610 километров сетей на кадастровый учет поставлено только 80%. Что касается бесхозных объектов электросетевого комплекса, то оформлять их в муниципальную собственность процедура нежелательная, заявили представители компании Россети. Прошу вас еще раз проанализировать вопрос целесообразности оформления бесхозяйных объектов в муниципальную собственность. Предлагаю сконцентрироваться на совместной работе, направленной на оформление бесхозяйного имущества сразу в собственности Россети Северный Кавказ, что позволит улучшить и качество жизни граждан, проживающих на ваших территориях, и исполнить поручение президента Российской Федерации. Еще одна проблема – отсутствие в районах и городах резервных источников электроснабжения. По словам министра энергетики Резвана Мурадова, в регионе более 250 школ и больниц испытывают острую необходимость в электрогенераторах. Изношенные сети в районах не позволяют обеспечить электричеством социальные объекты. Данная проблема актуальна и для социальных объектов, в том числе для школьных и общеобразовательных учреждений, интернатов и детских домов. Для улучшения сложившейся ситуации необходимо провести мероприятие по обеспечению социально значимых объектов резервными источниками электроснабжения. Обсудили участники заседания и вопрос обеспечения жильем детей-сирот. По данным Минобры Республики, на эти цели необходимо выделить почти 400 квартир. Лариана Шемхалаева, Дауд Гасанов, новости ННТ Махачкала. Порядок должен быть во всем. В Каспийске вывозят нестационарные торговые объекты, установленные в различных районах города. Для этого рабочие используют спецтехнику подъемного назначения для того, чтобы перенести объекты на временно отведенные места. Как сообщает мэрия Каспийска, коммерческие будки незаконно занимали муниципальные территории. Дагестан оказался в числе регионов самыми дешевыми новостройками. Об этом сообщает канал «Экономика Дагестана». После нашей республики доступные квадратные метры первички можно найти в Ингушетии. В частности, приобрести один квадратный метр у нас можно за 35 тысяч рублей, а в Ингушетии за 37 тысяч. Это при том, что в целом по России наблюдается тенденция к удорожанию. Например, чтобы стать обладателем квартиры в московской новостройке, нужно быть готовыми заплатить более 307 тысяч рублей за квадрат. Правительственная делегация проверила состояние роддома, восстанавливаемого после пожара. Первый заместитель председателя правительства Манвел Мажонс накануне выехал в Кизелюр. Здание родильного отделения центральной городской больницы на 120 мест, по словам экспертов, подлежит восстановлению и дальнейшей достройке. Огонь не повредил основные конструкции. Здесь активно ведутся внутренние отделочные работы. Очищен фасад от сгоревшего материала, взамен которого устанавливается огнеупорный керамогранит. Полностью восстановлена и кровля здания. Все расходы с устранением последствий огня ведутся за счет фирмы-подрядчика. Все последствия пожара устраняем. Пересогласовали фасад, будет каменная минвата, она не горит вообще, и керамогранит. То есть заказчикам это все согласовано, поэтому работы ведутся практически практически. Сколько денег на достройку и какие дополнительные расходы в связи с этим у вас появляются? Вытянете? Да, вытянете. Конечно, у нас есть другие объекты, мы за счет собственных средств это все восстанавливаем. Там порядка 130 миллионов было у вас на достройку, да? На этот год. На этот год. Да, на этот год. А на следующий год? На следующий год тоже, я сейчас точно сумму не помню, но там порядка 200 миллионов. Ну, однозначно, если подрядчик на себя взял, да, устранение всех. С точки зрения дополнительного финансирования, нам не надо принимать решение. Здесь у меня как бы одно соображение, вытянете или нет. Вытянем. Однозначно вытянем, сдадим срок, все в соответствии с проектом. Мажонс также осмотрел строящийся детский сад на 250 мест в микрорайоне новый. Весопремьер подверг критике качества и темпы проводимых работ, поручив устранить выявленные нарушения. Объем, да, правильно сделали, с такой, правильно совестью поступили, да? Ну, в 31-й начали внутренние работы. Молодцы. За два месяца буквально. Качество выполненных работ очень приличное. Объем большой сделали. Нам надо успевать. Никаких оправданных нету. Даже если, потому что хотели сделать лучше, но надо еще и вовремя. Дети должны вовремя срабатываться. Из-за нас задержи от первого сентября не было. Другого варианта нет. Новым руководителем отдела ФЕД в прием в Тияте Дагестана назначен Ахмат Исаев из Годубери. Такое решение в ходе встречи с сотрудниками и членами комиссии отдела озвучил муфти региона шейх Ахмад Афанди. Духовный лидер пожелал Исаеву успешной работы, а также поблагодарил предыдущего руководителя Мухаммад Рамазана Раджабова за добросовестную работу, которую он выполнял в течение двух лет. Мы стараемся, мы знаем периодически, начальнику отдела мы меняли. Я думаю, Мухаммад Рамазану заслуженно мы можем сказать спасибо, что работал, справился, и никаких претензий, пререканий в его адрес с нашей стороны нет. Очень огромная баркала, Мухаммад Рамазан, джазак, Аллаху хайран, дай Аллах, чтобы долгих лет жизни ты прожил. А если спросить, кто на его месте станет, ну, мое было предложение, вот, Ахмад Годубери, чтобы он занял это место. Я его знаю с 77-го года, и с тех пор мы вместе, как одно целое, как одна семья. Доверие, которое вы мне оказываете на сегодняшний день, конечно, я, иншаллах, намеренно проводил с помощью Всевышнего Аллаха. Дай Аллах нам всем, чтобы Аллах нам не дал ошибиться в этих шарляхских вопросах, чтобы Аллах нас всегда направил на правильный ответ. На базе ДГИ создадут Центр компетенции при поддержке Минцифры Республики. Об этом стало известно в ходе заседания круглого стола, который прошел накануне в Бузе. В обсуждении темы цифровизации в современной жизни приняли участие представители органов государственной власти, IT-сообщества и предприниматели. Выступающие подчеркнули актуальность темы и востребованные специалисты в этой отрасли. Экспертное сообщество прогнозирует именно цифровые технологии в качестве основного двигателя прогресса и прогнозирует четвертую промышленную революцию, которая будет основана на цифровизации цифровых технологий. Что в этих условиях, в этих реалиях является главным фундаментом? Конечно, фундаментом являются IT-специалисты. Это тот задел, который нам позволит двигаться вперед, который позволит развивать отрасли. Говоря о государстве, мы сейчас на самом деле очень большой вклад вносим в цифровизацию различных отраслей. Появилось понятие цифровая экономика, реализуются национальные проекты, национальные программы, связанные, направленные на цифровизацию различных отраслей экономики, на повышение именно внедрения таких коэффициентов эффективности и достижения, за счет чего, конечно же, это все будет направлено на получение какой-то экономической прибыли, экономической выводы. Я как бизнесмен понимаю, насколько они позволяют именно IT-шники сегодня упрощать различные бизнес-процессы, зарабатывать больше денег. И сейчас большая нехватка, особенно с учетом сложившейся обстановки в нашей республике в том числе. Поэтому смею надеяться, что в скором времени дефицит кадров на рынке труда, на рынке именно труда в IT-сфере, будет компенсирован в том числе за счет студентов Дагестанского гуманитарного института. В Дагестане стартовал первый этап конкурса по книге Шейх Сайфулака Ди Башларов «Жизнь и творчество». В нем приняли участие жители практически всех городов и районов республики, а также гости из других регионов страны. Конкурс пройдет в три этапа. Главный победитель определится 21 августа. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Мы долго готовились к этому конкурсу. И молодые, и пожилые прилагали много усилий для подготовки к этому конкурсу. Благодаря уфорному труду наших детей, взрослых. Приехали мы из Карачао-Черкесии. Участвует супруга. Ей понравилось участвовать в ваших конкурсах. Мы сердечно благодарим всех организаторов. У них за их большой вклад, за развитие. Они очень большое дело делают. Пусть и вышли будут доволен им. Конкурс будет в три этапа. Первый организован на местах. Второй уже будет в райцентрах. И кто проживает в городе, для них также в городе будет организован. И на финальный этап уже всех соберут в городе Махачкале. Сегодня у нас здесь не только жители республики, также есть и приезжие из Карачао-Черкесии, и из других регионов есть люди. Потому что конкурс не всероссийский. Этим людям, те, кто изъявили желание участвовать, им пришлось приехать непосредственно сюда, в республику. И о спорте. Пояс чемпиона мира, как мотивация для юных одноклубников. Дагестанский кикбоксер Кемран Набати завоевал вакантный титул чемпиона лиги РСС Фаерфайт. О том, как спортсмен шел к этой победе и какие ставил перед собой цели, узнавал Курбан Рагимов. Очень дисциплинированный боец, очень дисциплинированный человек и в спорте, и в жизни. Кемрана Набати в родном клубе «Скорпион» уже давно ставят в пример. Многократный чемпион России, обладатель Кубка мира. 27-летний кикбоксер идет без поражений в профессионалах. После завоевания нового титула прошло лишь две недели, а он уже снова в строю. Двухнедельный перерыв, такой отдых мы сделали. В принципе, это достаточно, даже более чем. Сейчас мы начинаем подготовку, начинаем подготовку к защите пояса. Чаще всего первый этап подготовки проходит у нас в этом нашем родном зале с моим тренером Абдулмасыром Меджидовым. Далее мы ездим по спаррингам в разные залы. В Хасаюрт ездим, там наши сборники первые номера собираются, организовываем там спарринги. В планах есть поехать в Таиланд, провести там сбор, такой небольшой двухнедельный сбор провести в Таиланде, приехать. В основном бываем в Дагестане. Дагестан, Таиланд для нас идеальные такие две локации, где мы хорошо можем подготовиться к бою. В гран-при за вакантный пояс и статус первого чемпиона RCC Firefight в полулегком весе сошлись четыре бойца. Сильнейшего определяли за один вечер. Сначала Кемран взял верх над Саидом Асатовым, а спустя час в жестком и бескомпромиссном финале одержал победу над Кириллом Хамутовым. И стал чемпионом RCC Firefight в полулегком весе. Кемран! На бочи! Первый бой провел он, конечно же, очень хорошо. Ну, просто там было избиение в одну сторону, но боец был на класс ниже него. Вот, и, конечно же, мы выиграли его без всяких проблем. Второй бой был, на самом деле, очень сложным, тяжелым. Вот, это тоже воспитанник нашего тайской школы, вот, который тренируется в сильнейшей школе России, вот, он тренируется в кемеровской школе, вот. И провели бой, но мы выиграли без какой-то, как говорится, выиграли очень хорошо. После победы в гран-при Кемран ставит перед собой новые цели. Впереди защита титула. Есть мысли о покорении одной из сильнейших лиг-планеты One Championship. Также в планах и переход в смешанное единоборство. Я всегда мечтал драться, когда был К1 в Японии, когда проходили, там были собраны лучшие бойцы. И с того времени я мечтал тоже драться с лучшими бойцами нашего вида спорта. Сейчас цель попасть в One FC, добраться до пояса, постараться добраться до пояса, выиграть его. И потом плавно уже перейти в ММА и потихоньку уже начать смешанное. Я думаю, смешанное единоборство – это вышка наших боевых искусств, потому что все виды спорта собраны там. Каждый спортсмен, там борец, там ударник, они все стремятся в ММА. Каждый новый успех Камрена вдохновляет всех одноклубников. В этом уверен личный тренер Абдулнасыр Меджидов. Волевой и целеустремленный на бати тренируется у него с 15 лет. Первое время в зал приезжал из Буйнакска. Многолетний труд спортсмена с каждым годом приносит свои плоды. Он пришел ко мне в 15-летнем возрасте с Буйнакска. Первый тренер – Патаха Весу, второй тренер – Ян. Ситуация такая. Когда, допустим, младшее поколение, спортсмен видит, как растет взрослое поколение, это их мотивирует. Вот сейчас вы видели, как аплодировали его же одноклубники, скажем так. Да, и я думаю, что, конечно, мотивация всегда есть. Просто боец он должен быть, для того, чтобы выступать на таких сильных турнирах, он должен быть готовым. Это мотивация, да, да. Вот ребята приезжают, это же не просто. Ребята с Махачкалы здесь, с соседнего дома, они проходят стабильно и опаздывают. А ребята с Буйнакска приезжают, как бы, да. Значит, они что-то хотят же. После небольшого отдыха кикбоксер приступил к усиленным тренировкам. Защищать свой титул Кемрам будет осенью. Имя соперника пока неизвестно. Курбан Рагинов, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Сергей Меликов получил подарок от махачкалинского «Динамо». Футболисты вручили главе региона мяч с автографами игроков команды. Подарок «Динамовцы» преподнесли и своим болельщикам, выиграв в очередном туре первой лиги «Шинник» из Ярославля со счетом 2-1. Встреча проходила на Анжиарене. На матче присутствовали более 8 тысяч болельщиков. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин